Девочку бросила мама и с детства ее воспитывает бабушка. Опекуну приходится непросто, ведь она практически в одиночку пытается бороться с недугами внучки. У маленькой Вари Шульга слепота, ДЦП и эпилептическая энцефалопатия. Мы продолжаем совместную с Росфонда Максу и какое обследование девочке необходимо в Москве, расскажет Алена Шигаева. Пальчики Вари ее бабушка называет музыкальными и старается развить в девочке этот талант. Играет с ней на игрушечном ксилофоне и барабане. Стучи, молоточка. Только своих игрушек Варя не видит. Слепота у нее с рождения. Это осложнение из-за того, что малышка родилась недоношенной, весом меньше килограмма. Хотя бы перебирая, все равно у нее информаторика задействована. А у нее она и практически отсутствует. А осязание, ощущение или познание предмета у нее больше идет через рот. В свои 7 лет Варя еще не ходит. В один год девочке поставили еще один диагноз – ДЦП. А за месяц до этого ее бросила мама. И с тех пор за здоровье девочки борется бабушка по отцу. Расслабься. Вот ножку правильно поставь. Ты же стоишь, видишь, как хорошо. Но инвалидность по зрению ДЦП усложняет еще и эпилептическая энцефалопатия. И хоть видимых приступов эпилепсии у девочки нет, но эпиактивность в головном мозге высокая. Бабушка несколько раз возила внучку на лечение и реабилитацию в Московский институт медицинских технологий. Это помогло. В три года Варя говорила, знала сказки из книг и почти научилась ходить. Но очередной всплеск эпилептической активности отбросил все эти навыки. С четырех лет у нее это началось. И мы три года вот так вот бьемся, пьемся. На одном месте топчемся. У нее состояние хуже, чем было в три года. Сейчас Варя принимает противосудорожные препараты, но они на ее развитие не влияют. Поэтому бабушке снова предложили отвезти внучку на обследование в Москву. Цель в госпитализации – это коррекция тонуса мышц, развитие координации движения. Также мы будем применять медикамидозное лечение, для того, чтобы стимулировать функцию коры головного мозга, для того, чтобы улучшить реабилитационные возможности Варе. Но чтобы отправиться в столицу, нужно 84,5 тысячи рублей. Часть средств уже собрали читатели сайта Русфонда. Осталось найти еще 69,5 тысяч. У бабушки таких денег нет. Если вы хотите помочь Варе, отправьте смс со словом «Дети» на номер 5542. Стоимость сообщения – 75 рублей. Мне ее действительно жалко. Я так вытерплю, я взрослый человек, я все понимаю, она маленькая. Столько на одного человека – это очень много. Алена Шигаева, Александр Мокин, Вести, Иркутск.